Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рад всех вас видеть сегодня в добром здравии. Начать свою презентацию я хочу с того, о чем мы будем сегодня с вами говорить. Будем мы говорить о ближайшем будущем в основном. Какие инновации нас ждут в генетике, как это будет ускорять генетический прогресс и каким образом это повлияет на отрасль свиноводства в целом. Итак, начнем. Первые слайды. Мои будут уже о текущей ситуации, что уже внедрено и какой результат это приносит. Я прошу обратить внимание ваше на этот тренд. И как вы видите, в 2013 года наблюдается активный рост генетического прогресса. Как вам известно тем, кто так или иначе связан с селекцией, с отбором, то что единственный правильный критерий отбора в селекции, отборах ряков и свинок чистопородных, это их селекционный индекс. Так вот, если мы берем период времени, начиная с 90-х годов до 2013 года, то скорость генетического прогресса в год составляла примерно от 8 до 12 пунктов индекса. Сейчас эта скорость намного выше и составляет она примерно от 18 до 25. Почему это произошло? Но в основном это стало возможным при широкомасштабном внедрении такого инновационного инструмента, как геномная оценка. В 2013 году в компании PIC было произведено внедрение геномной оценки на всех животных на элитных нуклеусах и на всех чистых линиях. И вот такую отдачу это нам дало. Дальше, посмотрите, здесь я привел структуру селекционного индекса PIC, из чего он состоит. Каждый показатель здесь вписан. И обратите, пожалуйста, внимание, вот эти четыре показателя были добавлены в структуру селекционного индекса в 2018 году. Что такое структура селекционного индекса? Это структура в процентах. И когда вы добавляете какой-то показатель, то это означает, что вы неизбежно должны забрать какое-то весовое значение у другого показателя. При этом, как правило, происходит снижение коэффициента упора на этот показатель и может снизиться генетический прогресс. Но в данном случае, когда мы значительно повысили точность отбора, конкретно за счет внедрения геномной оценки, здесь не только, но это было драйвером, скажем так, то нам удалось без снижения вот этого коэффициента давления на все основные признаки производственных показателей, включенные в структуру, добавить вот эти четыре основных показателя. Мы еще будем говорить с вами за показатели оценки качества семени, но все мы с вами понимаем, какой бы хряк не был элитный, если его показатели семени не проходят минимальные значения, то мы в производстве использовать его не будем. Это то, что сейчас в настоящий момент активно внедряется. Я хотел остановиться. Мы с вами уже поговорили про геномную селекцию, про геномное секвенирование. Что это такое? Это полная оценка всего генома свиньи. То есть геномная оценка сама по себе, она включает в себя стандартные чипы, примерно 60 тысяч последовательности нуклеотидов, полное секвенирование – это почти 3 миллиарда. И вот эта вся информация, она уже включена в племенную базу компании PIC. Дальше, с моей точки зрения, очень перспективное направление – это разделение семени по полу. Я думаю, что это будет внедрено в ближайшие 3-5 лет. Оно сейчас уже проходит активную фазу апробации. Те, кто из вас знает КРС, вы знаете, что сейчас это уже внедрено и активно используется многими компаниями, которые занимаются реализацией элитной генетики. Чем сложнее сделать это в свиноводстве в сравнении с КРС? Сложнее тем, что эякуля от хрека содержат гораздо больше сперматозоидов. И разделить их гораздо сложнее, чем это сделать у быка. Ну, если, грубо говоря, разогнать мальчиков налево, а девочек направо. Гораздо сложнее, и это намного затратнее. Второй момент здесь – это то, что для того, чтобы семя доставить при таком способе, это лазерная технология, чтобы семя доставить вместо оплодотворения, применяется лапароскопия. То есть каждую свиноматку для этого нужно провести операцию. Понимаете, насколько это пока трудозатратно, и почему внедрение сейчас этой технологии, они испытывают некоторые проблемы. Но я абсолютно уверен, что это будет внедрено в ближайшие 3-5 лет. Ну и редактирование генов также очень перспективное направление. Сегодня Сергей, с моей точки зрения, замечательно нам осветил потери, которые идут от РРС. Вот редактирование генов – конкретный пример. В компании PIC сейчас выведена популяция свиней, которая устойчива к заражению вирусу РРС. Сейчас вопрос в разрешительной документации, но движения идут не так быстро, как нам хотелось бы. Здесь я не хочу делать какие-то прогнозы, но думаю, что также в ближайшее время эта популяция начнет распространяться в мире. И мы можем скоро, ну достаточно скоро увидеть уже животных, которые устойчивы к вирусу РРС в своих стадах. Что еще хотел вам показать? Мы, когда говорим о повышении точности отбора, мы говорим не только о тех показателях, которые вводятся новые в структуру индекса. Даже, кажется, самые банальные показатели, которые уже давно изначально, например, вес при оценке, при снятии с теста. И, кажется, что мы тут можем еще добавить? Однако мы чем измеряем? Мы измеряем обычными весами. И, поверьте, мы со своей практики знаем, когда смотрим, что так называемый тест повторения репетабилити, он дает довольно-таки серьезное отклонение. Это может быть килограммы больше. И для того, чтобы этого избежать, сейчас разрабатывается внедрение, то, что сейчас модное слово, искусственного интеллекта, который будет с камерами вместе мониторить. Камеры будут мониторить вес каждого отдельно взятого чистопородного поросенка в станке в режиме онлайн 24 на 7. Это вся информация очень точная. Точнее, не придумаешь, она будет добавляться в базу данных. Это уже внедряется буквально, я думаю, что в следующем году это будет активно внедряться на элитных нуклеусах компании PIC. Соответственно, это позволит нам выстраивать очень четкую кривую роста со времени постановки на тесты снятия и еще больше повысить скорость генетического прогресса на данный показатель. Теперь мы поговорим с вами о показателях, которые трудно измерять. Это сейчас становится все более и более актуально. В данном случае поговорим о поведении. Поведение – это термин очень-очень широкий. И туда входит большое количество еще других терминов, таких как агрессивное поведение, таких как каннибализм и так далее и тому подобное, количество подходов к кормушке, время на лежание, время на стояние, время на потребление корма. Вот этот весь объем данных сейчас также с помощью искусственного интеллекта, с помощью камер отслеживается. Как вы видите, 50 тысяч животных находится в рамках этого опыта. И эти данные также будут включены обязательно в базу данных компании PIC. Сложно будет, сразу вам скажу, отслеживать по этому показателю и внедрить в генетическую программу. Возможно, получится не очень скоро, потому что до сих пор не установлен четкий коэффициент наследуемости. То есть коэффициент наследуемости поведения, как минимум, он очень низкий. И до сих пор он даже не установлен, несмотря на то, что уже сделаны многочисленные исследования в этом направлении. Теперь поговорим еще об одном таком интересном методе оценки и тоже коснемся показателя, который достаточно давно уже в структуре селекционного индекса. Это крепость и структура конечностей. Еще в 90-х годах в институте Айова был разработан такой подход, как бальная оценка передних и задних ног от 1 до 9. Но это сейчас все отдано на откум нашим специалистам, селекционерам. Мы не сомневаемся в их компетентности, но поверьте, вы оцените эту постановку ног, например, на балл 8, а я могу оценить на балл 6. То есть здесь всегда присутствует субъективный подход. И вот это отклонение, оно как правило достаточно большое. И это нам не дает максимально быстро улучшать эти показатели. Крепость ног оказывает очень серьезное влияние на такой показатель, как продуктивное долголетие свиноматок. Потому что вам известно те, которые работают непосредственно на ферме или близко к ней, что отход свиноматок по показателям хромоты – это один из самых-самых основных. И вот с помощью этой же технологии и искусственного интеллекта оценки ног мы планируем повысить точность оценки еще намного выше. И сейчас буду говорить вообще о полусказочных вещах таких. Я первый раз сам услышал это только в сентябре. Это совершенно новое направление в селекции, которое вообще отличается от предыдущих направлений. Называется она «Феномика». И расскажу вам, я разговаривал специально с нашим главным генетиком в Европе, собственно, что это такое, что это нам даст. Я хочу вам привести один пример. Это вот анализ микробиома. Примерно это будет выглядеть так. Сейчас точно установлено, что в кишечнике организма свиньи есть разные колонии микроорганизмов. И есть такие свиньи, которые обладают одними колониями, а есть, которые другими. И они по-разному имеют резистентность к заболеваниям. Особенно к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. А мы все с вами знаем, что отход, как падеж, так и санбрак, мелковес – это один из самых главных факторов в экономике свиноводческого предприятия. Так вот, установлен был точно, что есть коэффициент наследуемости этих кишечных колоний. То есть по нему можно отбирать животных и делать отбор. И сейчас… Ну, я не могу здесь прогнозировать и говорить вам какие-то года, когда это возможно внедриться, но на это сейчас делают ученые серьезный упор, чтобы вот эта такая пока полусказочная вещь, как феномика, вошла в обыденную работу на элитных нуклеусах с чистопородными животными. Еще одну технологию хотелось бы вам рассказать, которая, я думаю, находится… Не думаю, а точно находится вот-вот на фазе внедрения уже. И это перспектива ближайших двух-трех лет. Мы… Я уже касался качества семени. Я вам обещал, что мы вернемся к этому вопросу. Очень-очень печально выбраковывать хрека, который имеет индекс там запредельный, да, 180, но при этом у него низкие показатели качества семени. И мы здесь ничего сделать не можем. Что нам дает данная технология? Собственно, это что такое? Ультразвуковое исследование у хреков-семенников на возрасте снятия их с теста. Это 150-155 дней, то есть до ввода в стадо, до взятия первых эякулятов. И эта технология помогает нам с высокой степенью вероятности выбраковать тех, которые будут иметь потенциально низкие показатели семени еще на данном этапе, не вводя их в стадо. Как она работает? Собственно, была разработана такая программа. Было исследование огромное количество образцов вот этих ультразвуковых картинок. И эта программа основана на разнице в цветовой гамме канальцев-семенников, у тех хреков, которые потенциально будут иметь проблемы с качеством семени, и у тех хреков, которые потенциально не будут иметь. И эта программа разработана таким образом, чтобы со степенью вероятности почти 90% исключить тех хреков, которые потенциально могут иметь такие проблемы. И еще хочу показать вам то, что мы делаем в мире, какие ресурсы используются. И акцентировать один момент – это количество инвестиций. Если переводить в проценты, то 40% своей прибыли компания PIC инвестирует в инновации. Без этого невозможно сейчас. Почему с рынка сейчас наблюдается консолидация рынка генетических компаний? Мелкие и средние компании, немало их уже покинуло рынок по той причине, что они не могут столько инвестировать денег и не могут поспевать за все ускоряющимся генетическим прогрессом. Ну и сегодня уже была целая презентация посвящена. Наталья отлично рассказала все в деталях, не буду за ней повторяться. Скажу только буквально пару слов, что очень похожие проекты тоже в Олимпийской области. Это инвестиции компании PIC туда собственные. И вот хрящник, который находится уже практически в фазе завершения. Первая очередь – это на 350 хряков. Полностью система фильтрации будет туда внедрена, которая с позитивным давлением, которая позволит нам защищаться с очень-очень высокой степенью вероятности от патогенов летающих, такой как вирус РРС. Но при этом также очень высокая степень биобезопасности. И повторюсь, что Наталья сегодня уже отлично донесла, что каждый якулят будет обязательно тестироваться на набор заболеваний и куда будет входить и АЧС, и РРС перед отправкой клиентам. Ну и плюс статус этого хрящника, то что для того, чтобы поддерживать высочайший уровень, мы будем не менее четырех раз в год завозить сюда элитных реков с наших элитных нуклеусов. И обратите внимание, карантин, где будет происходить карантинирование этих реков, он также будет находиться с фильтрами. Туда будут установлены также фильтры с позитивным давлением для того, чтобы максимально избежать возможность заражения любым экономически значимым патогеном. Ну и в финале это будет хрящник на 700 элитных реков, который, опять же повторюсь, как сегодня отлично рассказала Наталья, будет открыт для поставок вам, нашим уважаемым клиентам. У меня все. Большое спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.